МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Александр Рохленко и Елена Шмелёва. Вы смотрите программу «День веков хронограф». В этот день, 17 апреля, в разные годы и века родились многие известные люди, среди которых... Анатолий Демидов, представитель рода уральских заводчиков. Семён Венгеров, российский историк литературы, критик-библиограф. И Эрнст Генри Старлинг, создатель английской школы физиологов. Леонард Вули, английский археолог, открывший останки древнего города Ура. И Василий Каменский, советский поэт. Ольга Жизнева, советская актриса театра и кино. Григорий Пятигорский, американский виолончелист. И Эрве Базен, французский писатель. Сегодня, 17 апреля, вы смотрите программу «День веков хронограф». Этот день мировой истории был отмечен следующими событиями. В 1355 году в Венеции за заговор против местной знати был приговорен к казни дождь Венеции Марину Фольеру, ставшей героем трагедии Байрона. А в 1797 российский фельдмаршал Суворов завершил труд «Наука побеждать». В 1808 году Байонским декретом Наполеон приказал захватить американские корабли. А в 1824 Россия и США заключили договор, по которому русские владения на Аляске ограничивались 54-й параллелью. В 1839 году после распада Федерации Республик Центральной Америки образовалось государство Гватемала. А в 1859 во Франции была объявлена амнистия политическим заключенным. В 1879 году в связи с покушением на царя в России было введено военное положение. А в 1912 царскими войсками были расстреляны рабочие на Ленских золотых приисках. В 1917 году Ленин выступил с апрельскими тезисами. А в 1918 генерал Краснов начал формирование Донской казачьей армии. В 1941 году инженер Игорь Сикорский в США создал первый вертолет-амфибию. В 1954 году СССР ратифицировал Женевские конвенции о защите жертв войны. А в 1975 в ходе гражданской войны в Камбодже Красные Кхмеры захватили столицу страны город Пномпень. Сегодня 17 апреля в эфире программа День веков хронограф. Теперь мы более подробно расскажем вам о событиях, произошедших в российском государстве в былые времена. 17 апреля 1813 года во Флоренции родился Анатолий Демидов, правнук знаменитого уральского горнозаводчика Никиты Демидова. В наследство от отца ему досталось огромное богатство. Он получил прекрасное образование, владел несколькими языками, подолгу жил за границей, был женат на родной племяннице Наполеона I Матильде. Как родственник французского императора, Анатолий Николаевич счел своим долгом основать в Италии музей Наполеона. Для этого купил резиденцию Наполеона на острове Эльба. Демидова постоянно окружали поэты, ученые, художники. Кстати, Карл Брылов написал свое полотно «Последний день Помпеи» по заказу Анатолия Николаевича. Собранная меценатом коллекция картины статуи была одним из самых крупных частных собраний в мире. В 1841 году Демидов был избран почетным членом Петербургской академии наук. Столь высокое звание он получил после посещения Крыма и Юга России. Там Демидов исследовал культуру и историю населявших их народов. Также в тех краях были обнаружены богатые запасы угля. Во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов Анатолий Николаевич пожертвовал миллион рублей на нужды армии. В своей жизни Демидов большое внимание уделял благотворительности. На его пожертвования в Санкт-Петербурге были основаны Демидовский дом презрения и Николаевская детская больница. 17 апреля 1824 года была подписана Российско-Американская конвенция об определении границы русских владений в Северной Америке. В июне 1741 года пакетбот Святой Павел, которым командовал Алексей Чириков и пакетбот Святой Петр, которым командовал Витус Беринг, отправились на поиски земли Дегамы. Так тогда в России называли Америку. Попав в туман, суда потеряли друг друга из виду и больше никогда не встретились. Пакетбот Святой Павел в июле 1741 года достиг берегов Северной Америки. Однако посланные на берег шлюпки бесследно исчезли. Оставшись без шлюпок, Чириков повернул назад. По пути он открыл несколько островов Алеутской гряды. Рапорт о результатах плавания стал первым описанием северо-западных берегов американского континента. В России известие о пушных богатейших промыслах, изобилующих морским бобром и песцом, распространилось очень быстро. Так родилась Русская Америка, многочисленные поселения россиян на Алеутских островах, островах залива Аляска и на североамериканском побережье, распространившихся на юг до самой Калифорнии. Плавание в северной части Тихого океана было тогда очень опасным, но дело того стоило. Удачный рейс даже небольшого суденышка мог дать баснословный доход. Для эксплуатации американских богатств начали создаваться многочисленные компании. Наиболее значительной стала учрежденная стараниями купца Григория Шелихова российско-американская компания РАК. Во владение РАК входили почти вся Аляска, Курильские и Алиутские острова. Не проходящей головной болью для администрации РАК были снабжение факторий, продовольствием и вывоз пушнин. Задача непростая, если учесть, что все необходимое везли через просторы Сибири до побережья Охотского моря и оттуда в Америку. А пушнину отправляли из Нового Света морем в Охтинский порт, а затем посуши в Китай для продажи. Тревожило и то, что русские владения были практически беззащитны. Русские дипломаты по инициативе российско-американской компании с 1808 года вели переговоры с США об упорядочении отношений в северо-западной части Северной Америки. В 1824 году был подписан российско-американский договор. Россияне обязывались не селиться южнее, а американцы – севернее параллели 54 градуса 40 минут северной широты. Рыбное ловле и плавание вдоль берегов по Тихому океану были объявлены на 10 лет открытыми для судов обеих держав. Спустя год такой же договор был заключен с Англией. Это стало началом отступления русских с Тихоокеанского побережья Северной Америки. Сегодня 17 апреля в эфире программы «День веков хронограф». Теперь мы расскажем о событиях, произошедших за рубежом в давние времена. 17 апреля 1534 года был арестован бывший лорд-канцлер Англии, автор утопии Томас Мор. Его карьера началась в 1502 году, когда он стал адвокатом и преподавателем права. Вскоре Томас Мор был избран в парламент, в стенах которого убедительно выступил против финансовых притязаний короля Генриха VII. После, опасаясь репрессий, был вынужден на время оставить политику и вернуться к адвокатской практике. В 1510 году Мор снова в парламенте, созванным новым королем Генрихом VIII. Там он представляет лондонских горожан. Тогда же был назначен помощником городского шерифа. В 1515 году в составе английского посольства Мор был направлен для переговоров во Фландрию. Здесь Мор приступил к работе над главным трудом своей жизни – книгой «Утопия». В первой части «Утопии» Мор анализирует социально-экономическое положение Англии, критикует хозяйственный монополизм, разложение английской деревни, нравственный упадок общества. Во второй части книги Мор описывает идеальный общественный строй, в котором привилегированное положение занимают люди образованные и добродетельные. Генрих VIII, оценив критический пафос «Утопии», назначил ее автора в 1517 году своим советником. Спустя еще немного времени Мор вошел в Звездную палату – это высшее судебное учреждение Англии. Затем он стал спикером палаты «Общин», а в 1529 году – лордом-канцлером Англии. В 1532 году после конфликта с папой король Генрих VIII принял сторону реформации, то есть религиозной борьбы против католичества, и заставил английское духовенство подчиниться контролю королевской власти. Мор, который в полемике с реформаторами защищал установление католической церкви, вынужден был уйти в отставку. В этот неблагоприятный период жизни Томас Мор отказался признать акт о верховенстве, который провозглашал короля главой английской церкви. В результате в апреле 1534 года Мор был заключен в тюрьму Тауэр, а в следующем году обвинен в государственной измене и казнен. В 1886 году Томас Мор был причислен к католической церкви к лику блаженных, а в 1935 – к лику святых. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о других, не менее запоминающихся событиях этого дня. До встречи!